Русский футбол, насколько оцените сегодня качество поля и насколько оно сказалось на игре, на вашем первоначальном плане на игру? Мы предполагали, что поле будет такое. Все же видели, когда сборная играла. Пытались поливать, но в принципе, я предпочитаю играть на таком поле, чем на синтетике. По игре очень в связи с тем, что очень медленно, когда высыхало, то игра была очень вязкой, было очень много единоборств, соперник играл длинные передачи, пытался нас развернуться, сдал один момент, но мы были готовы к этим передачам. В принципе, я не знаю, статистику так посмотрел, количество атак, выигранное единоборство, выигранные отборы. нам хотелось этого для победы на этом поле. Вот это все. – Немножко пара моментов по составу. Сегодня Евгений Кимазан получил своеобразный отдых. Вышел Егор Таткевич, насколько довольны его действиями. И это такая плановая ротация или есть какие-то неизвестные моменты? – Знаете, кто его знает, как? Ну, утром было принято такое решение. В принципе, в Егоре мы не сомневались, но он очень много, фактически больше из всех вратарей имел игровой практики, но некоторые это не заметили. – Понимаете? – Угу. – И подтвердил свой высокий такой класс уровень. В принципе, сыграл сегодня. Даже в одном моменте великолепно. Так страховал защитниками, как бы претензии вверху, внизу. Створи ворот. Что можно сказать? Вы уже сами оцените. Подскажите, может кто-то увидит. Ну, а это такая ротация. Это, значит, решение принимается перед игрой. Это на протяжении, скажем, какого-то периода. В вратаре работают все очень так. Самоотверженно, скажем так. Поэтому следующий матч, я не знаю. Дальше. – Ну, вот еще такой ротационный момент. После международной паузы за пальцем остался сегодня Сергей Кисляк, но при этом Никита Наумов, который тоже вызывался в сборную, сыграл в основном составе Савиа. Как, может, вот эти два решения продвинуться? – Ну, у нас есть травмированные. Понимаете? Поэтому вот такое было принято решение. Подводили Никиту после матча этого, ну, скажем, нескольких матчей. И я сказал, что Никита, не обращай внимание, что говорят там или что. с Эстонией сделали героический поступок и сборная, я бы аплодировал. Ну, это, скажем, с Бельгией, любая команда может. Но я бы не стал там Никиту или кого-то обвинять. Ну, скажем так. И поблагодарил бы игроков сборной за, ну, скажем, за матч с Эстонией. Ну, естественно, Бельгия есть Бельгия. Как я говорю, ну, 0-1. Ну, что было бы. Ну, нужно брать просто свои очки. Где-то есть провалы там, ну, это через три на четвертый мы, как я говорю, слабо умеем играть. Поэтому, ну, ничего. Никита тоже подтвердил свой очень хороший уровень, в принципе. Выиграл все вверху. Выиграл все в индивидуальных единоборствах. Как говорят, что еще нужно? Великолепно разбирался в ситуации начала атаки. Поэтому, такая ситуация. Новичок команды, форвард Аблаймен, Бельг уже прилицел в Беларусь, тренируется с командой. Насколько он готов к тому, чтобы в ближайшее время дебютировать? В каком он сейчас состоянии отходится? Великолепно. Увидите. Ну, как говорят, знаете, так. Я его уже знаю, знаете, из каких? Ну, с 13-го или с 14-го года, чтоб вы знали. Ну, так. Чуть-чуть. Не дождетесь. Он уже рядом. Как я говорю. Не спешите. Ну, так... Все рядом.